Цивилизация создается тогда, когда люди сохраняют историю. Эта фраза предварила начало большого мероприятия, которое прошло в стенах Брестской областной филармонии. Здесь состоялось выездное заседание Библиотечной ассамблеи Евразии. Более 25 лет назад была создана ассамблея для того, чтобы соединить библиотеки стран Содружества Независимых Государств. Но на этот раз главной целью стала передача в Дарфок семильного издания Пиростейской Библии. Самой большой книги в истории отечественной печати. Издание весит 15 килограмм и насчитывает около 1500 страниц. В нем с точностью воссозданы все особенности оригинала. Его размеры, характер печати бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен переплет. В праздновании города произошло уникальное событие. В городе Бресте появился оригинал Берестейской Библии. Мы этому очень рады, как жители этого города. Но я хочу сказать, что наш проект именно направлен на то, чтобы дать возможность прикоснуться, потрогать и поработать с этими экземплярами книги. Нам еще будет сделан городу очередной подарок. Это копия Библии, Берестейской Библии. И будет передана нашему музею города Бреста, где наши жители города Бреста, гости и другие участники смогут прикоснуться к той истории, полистать ее, посмотреть. Всего фактимильных изданий 11, но одна копия книги останется в Национальной библиотеке Республики Беларусь, а 10 других поменяют свою прописку на Бресту, где с радушием их встретит музей и библиотеки города. Но это был не единственный подарок. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь передавали в дар электронную копию книги Брестского магистрата 1623-1626 годов. Подлинник хранится в Национальном историческом архиве и до сих пор мало использовался исследователями. Документ может дать подробную иллюстрацию жизни города в 17 веке. Учитывая историческую ценность, потому что эта книга представляет не только для историков ценность, там могут и другие этнографы, и филологи, все воспользоваться этими книгами, этой книгой. И даже там есть интересы для художников в какой-то степени, потому что там вот эти вот буквы, которые написаны, они тоже имеют определенное художественное оформление, и это может быть интересно и для них даже. Очень благодарны мы, прежде всего, конечно, депутатскому корпусу, банковским учреждениям и бизнесу за то, что могут позволить себе подарить городу Бресту такие незабываемые подарки. Ни для кого не секрет, что благодаря решению Совета глав государств СНГ 2019 объявлен годом книги. А потому популяризация чтения и развития национальных литератур стала одной из ключевых тем этого года. Кроме того, интересные мероприятия в городе не заканчиваются. Юбилейный Брест еще ожидает череда событий, встреч и праздников.